Добро пожаловать, избравшие путь Шиноби, на канал Дамако, меня зовут Станислав и сегодня нас ждет продолжение истории Одинокого Война в игре под названием Sekiro Shadows Die Twice. Ну что же, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем. Как вы помните, мы с вами поговорили с Резчиком и можем выходить уже из дома, давайте осмотримся. О, у нас здесь дама, нас здесь ждет дама, с Амстердама, здравствуйте. Продолжение следует... Оказывается, она создательница фляги, и это ведь очень, очень важно для нас будет. Я так понимаю, что теперь при помощи каких-то особых, не знаю, найденных нами предметов, мы сможем увеличивать количество фляг, это будет приятно. И думаю, она у нас очень сильно выручит, давайте покажем ей флягу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я еще в прошлый раз заметил, но не стал об этом говорить, что в этой... Я не знаю, как там в Bloodborne было, но в этой игре насколько все-таки приятно слышать голос нашего главного персонажа. То есть мы здесь не создаем героя, да, у нас сразу появляется персонаж, герой, но при этом у него есть голос. По голосу тоже можно понять, какой человек. Ну, если прислушаться, наверное, да, то можно понять, что он сдержанный, он не любит разговаривать, очень мало говорит и говорит в основном по делу. Довольно такой грубый и уверенный голос. Но почему-то какие-то нотки... нотки... одиночества, что ли, в его голосе звучат. Это может быть, конечно, у меня какие-то начинаются там свои собственные фантазии. Ну да ладно. Так, отдать семечко типа, а у нас его нет. Давайте просто поговорим. Действительно. Я думал, что мы просто испачкали лицо, но потому что мы валялись где-то в грязи, там непонятно нас нашли, да, оказывается, это какое-то пятно, это как след, я не знаю. Возможно, поэтому его назвали Серым Волком. А может быть, конечно, и нет, непонятно. Да, может быть, это и симптом. Это девушка, она, я так понимаю, да, давайте разглядим ее лицо повнимательнее. У нас бинокля, к сожалению, здесь нет, но начинаются размытые картинки, да, там поближе подходить. Я так понимаю, что именно она нам передала записку, да, она сбросила записку в нашу, я не знаю, там, куда нас выкинули, в ту яму, в колодец иссушенный, да. Давайте прогуляемся. Посмотрим местность. Может, здесь что-то есть, в этой бамбуковой роще. О, здесь что-то есть, может, семечко тыквенное. Легкий кошелек. Кошелек с небольшим количеством сем. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек приятно оттягивает руку. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. А после смерти деньги теряются? Не, ну души-то еще куда не шло, а деньги? Я ж не переживу. Вы что, издеваетесь? Небольшое количество денег. Так, ну давайте пока тратить тогда не будем, да, этот кошелек? Я так понимаю, что он работает по принципу не потратили, это как души, которые мы находили, да. По принципу душ, там, героя или несчастного бедоваги, или еще у кого-нибудь. То есть, пока оно лежит в инвентаре, оно никуда не расходуется. Только потратили, сразу же при смерти могут произойти страшные вещи. Насколько я помню, нам с вами Рещих сказал, что справа от ворот, от врат от этих, да, живет человек. И, возможно, нам он поможет в наших странствиях, да. Потому что он тоже такая же потерянная судьба, как и мы. Так что давайте на нас туда сходим. Так, это что такое? Медитировать у идола-резчика. А, это вот он и есть идол, да, давайте посидим. Так, в землях Осина вам встретятся идолы-резчика. Это контрольные точки. У духу идола полностью пополняет запас жизни, восстанавливает одну единицу воскрешения. Кроме того, в вашего текущего инвентаря будут добавлены и сохранилища предметы для быстрого доступа и эмблемы духа. Но при этом воскрешаются убитые ранее враги. За некоторым исключением. Так, так, интересно. О каком-то воскрешении идет речь? О нашем. Одну единицу воскрешения восстанавливает? Это уже интересно. Так, бусины отчеток. Воспоминания, жизни, сила атаки и еще какая-то штука непонятная и какие-то кресты и деньги. И можно отдохнуть. Ну давай отдохнем, раз можно. Почему бы и нет? Думаю, от нас не убудет. Давайте-ка сюда подойдем. Что здесь? Дрожжи. Дрожжи возьмем. Давайте проверю инвентарь. И посмотрим, можете что-то еще могу установить. Да вроде нет. И я смотрю, здесь какой-то проход тоже есть. Проход в левую сторону. Какой-то рисунок тела. Что это такое? Закрытый с другой стороны. А-а-а. А-а-а. Смотрите, да? Она переворачивается. Я понял. Это, наверное, какое-то будет определенное место ниндзя, где скрытая. Не особо сильно скрытая, конечно. Как вы видите, любой, кто придет, сразу поймёт, что надо прижаться. Потому что здесь и выемка такая уже водой наполнилась. И отпечаток от наших потных спин ниндзи, шиноби. Там, возможно, будет какой-то зал обучения. Но он со временем, наверное, откроется, да? Давайте уйдем отсюда. Пойдемте сходим направо. Вроде местность не претвещает беды. И человек... А, с ним можно вроде поговорить. Привет. Привет. Я не хотел, я не хотел его убивать. Мужик. А, что за фигня? Я хари синанула, на. Ха-ха-ха. Так, понял. Он зомби, что ли? Я смотрю, хоть он весь покоцанный. Тут спина порезана. Тут что-то. Ну, да ладно. Захвалил нас. Захвалил нас. Ну, да. Ну, да. Пока машешь мечом, быстрее время проходит. Ха-ха-ха-ха. Истинный боец. Мне еще понравилось, как он сказал, не могу умереть, вот и живу. Тоже звучит как-то поэтично, что ли. Так, давайте обучаться. Атаки, отражения. Но мы это все, в принципе, умеем. Уклонение отходом. Вот это я вот не знаю. Так, что нужно сделать. От атак врагов возможно уклониться отходом. Уклонением вы не нарушаете концентрацию противника, зато оно может позволить вам избежать урона от его атаки. Уклоняйтесь от вражеских атак, атакуйте и выполняйте 3... А, нам нужно уклониться и выполнить 3 смертельных удара. Я все понял. Ау, я уже уклонился. Что-то плохо, кто уклонился. Так, перекат. Замешкаться после того, как вас сбили с ног, верная смерть. Чтобы быстро восстановиться, когда вас сбили с ног или лишили концентрации, выполните перекат. Если вас сбили с ног или лишили концентрации, А или Б, выполнить перекат. То есть прыжок, либо отступление, да? Но я вот сейчас как раз его изи выполнил. Эээ. А, нам, наверное, надо в бок упрыгивать, тогда мы можем... Тогда мы сможем атаки ему наносить. Слышь, так он... Ты давай, короче, уже может это... Смертельно умирая, я не знаю. Так, один есть. Еще разок, братюнь. Воу, что ты вытворяешь? Это что такое вообще? Это что за захват дзюдо? Скучу тебе за пузико. Называется? Так, отлично. Три раз попали. Это все? Согласен. Мне, за это, ничего не дали? Ну, не знаю, есть ли смысл атаки или отражения изучать. Ну, давай отражения. Мне просто интересно, может быть, он что-то новенькое нам расскажет. Знаете, что-то... Что-то действительно очень стоящее и интересное. Так, ну это то же самое, что нам уже, в принципе, писали, да? Вау, подожди. Ой, 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 прости, прости, прости. Кыль. Э, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, сейчас, сейчас разогреемся. Оттренируемся. Тихо. Не, а что происходит? Еще, еще. Тут я так заметил, что здесь есть какие-то... Вот, то есть есть искры обычные. А есть прям яркие. Во-во-во. Они тогда, видимо, какие-то особенные. Прям вспышка идет такая ярчайшая. Ну, я не думаю, что есть смысл атаку обучения проходить. Потому что... Что там нам? Ничего он мне расскажет. Я думал, здесь какие-то особенности, может, еще дополнительные расскажут. Но немножко потренировались, конечно. Хорошо. Так, а это что такое? Какая-то коробочка для пожертвований. Оставить... Осмотреть ящик для подношений. Ящик для подношений. Предметы, которые оказываются недоступны на других местах, появляются в ящике для подношений. Если ящик подсвечен, значит, в нем появился предмет. Предмет из ящика можно забрать за пожертвование. Каком-нибудь там ягненка. Или юного дитя принести тело. Нет? Деньгами обойдемся? Так, давайте-ка я восстанавливаю свой ХП, помолимся немножко. Отдохнем. Там немножко покоцали в самом начале. И пойдем тогда к мосту. Вот сюда, к воротам, к этим. Да, там я видел мост есть. Так, что это такое? Крюк. С помощью встроенного крюка можно забираться в недоступные ранее места. Также крюк позволяет подниматься на возвышенности. Над местами, за которыми можно зацепиться, появляется круглый значок. Если этот значок стал зеленым, значит, место находится в досягаемости крюка. Отлично. А мост здесь что, разрушен? Ну, типа, ааа, 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 делу дрянь. Я подожди, а это... Может где-то там что-то секретное, спрятанное? Нет? Ну-ка, эту. Да вроде нет, просто мост. Окей. Ага, вот, да? Опа. Нину шикарно, шикарно взлетает. А это сюда, да, забраться можно обратно. я-то думал зачем эти коряги нужны ну как бы торчат везде до на уровнях оказывается вот зачем светло прекрасно так мне написали кстати что стасян давай там не борзей короче мол так и так окраина осина ты мол не борзей потому что здесь игра все-таки на стелс и надо вести себе больше аккуратно чем на рожон кидаться но вы же меня знаете ниш хлебом не корми дайте лица на рожон так нам походу на них спуститься бюро мари так давайте смотреть может где-то знаете где-то может быть что-то припрятано там что-то горит но там от обычный огонь к ритмам так главное не грохнуться так медитируем на один идол резчика перемещение к идолу резчика теперь вы можете мгновенно переместиться между уже активными идолами резчика выберите в списке и дал и у которых уже медитировали ранее чтобы переместиться году что самое интересное заметьте да нам всю нас тут вообще за ручку ведут и всему учат что вообще несущественно наверно для других игр даже точнее все это даже необычно для других игр от этой же компании так ну ладно нам никуда не надо мы мы здесь будем шарахаться у вас есть добро а если найду так мы же не обычный шиноби мы шиноби вор игра очень похожа на в на вора число вот так вот сбор трофеев с врагов срывов можно на расстоянии собирать трофеи различные вещи и деньги примера найденные в игровом мире отличаются от трофеев с трупов врагов их собирать на расстоянии нельзя нажмите удерживайте x собирая трофеи подойдите к игровому предмету нажмите x чтобы подобрать его да так мы обычно делали так удерживаем x как пелесос какая-то воронка просто черная дыра сосали все что можно и все что нельзя оба что здесь опять же дома могли спокойно пройти типа никого не трогать не убивать этого дядьку может стать в игре есть определенная даже концовка типа мол не убей врага никого вообще не убей кроме основных наверно каких-то персонажей типа там волосы какие-нибудь глиняный осколок глиняный черепок звучно разбивается при падении бросить в сторону врага чтобы привлечь его внимание мальчики осина любили бросаться бросать и разбивать такие черепки и даже став взрослыми они не забыли старые игры прошу прощения за неестественные звуки бывает и творишься псих что люди сюда вот и смысл было орать деньги давай 520 монетки что-то гонорару да не платят вообще живите как нищеброды так а может нам наверх забраться жмых жмых походу лучше самураев на на нет на россии шиноби их так называют хотя похоже все на самураев еще один мне тут нет так а то мост разрушены а так я могу ух ты там что секреточка какая-то что ли так он там пока опасный враг давайте начали углядимся нам надо понять надо понять сколько тут врагов так я вижу здесь двух с той стороны одного сейчас посмотрим что здесь а еще он один ходит в траве весь в траве можем аккуратно пойти и не убивают никому но это же не наш метод не ту кнопку нажал нажал кнопку блока так еще глиняный осколочек так а теперь да посмотрим что здесь ну это прям здесь прям под нами аккуратненько что это леденец ако леденец из храма сэмпу наделенным благословением ако повышают урон наносимый запасу жизни и концентрации противника раскусив такой леденец и встав стойку ако вон получает благословение духа духи это кармические посланники раскусите леденец и примите свою карму фигасе вот у меня был так вот конфеты бы съесть в обычной жизни это на не был бы сильно бурат не хотя бафы дает хороший но осознание того что это леденец каким-то божеством созданный и что ты карму должен сразу срочно принять а ты такой типа я не готов принять карму тебя прими вау ну окей давай ладно раз на раз по пацански давай что ты там гуляешь секуешь как настоящих фильмах знаете типа спиной стоишь противнюка противник там падает весь изливается крови щи своей о я могу там обойти я кто-то спалил меня что ли хочу разошелся псина так быстрый доступ к предметам в игре можно переключаться между различными предметами в быстром доступе использовать их вот так это мы знаем чем вы мне рассказываете полетели отсюда но в пенево хлеба бутылку а эти вообще даже ухом не повели ты прикинь огнестрел серьезно мы уже есть оружие огнестрельное еще издеваешься на по-пацански биться раз на раз на мечах фига он даже знает где не стреляет четко в меня например как как и все персонажи в любой серии dark souls по моему они всегда знают где ты и на воздухе стоял ты видал смотри вот это волшебство блин к перфюд завидует так присядем меня не видно что-то постреляю эти постреляем что перезарядить не успел еще какой-то предмет нашли и еще один горшочек вот этот вот разбитый пригоршня пепла отлично так драже тик-така немножечко о собаки они враждебны я полетел фиг его знает тоже собаки может они просто гуляют здесь а может быть они враждебные может они дикие собаки наверху машин есть вот там что то есть я что-то упустил леденец ума смотрите другой леденец леднице скрома сэмпо наделенные благословением умго временно снижают урон вашей жизни от физических атак врага раскусив такой леденец и встав стойку унго воин получает благословение духа духе это кармические посланники раскусив леденец вы примите свою карму на такие конфеты раздавали в честь воинов осина фига у них у нас к нам не у нас хэллоуин лана то за границей хэллоуин они просто вой ради воинов конфетки раздают хорошие у них тут жизнь так давайте-ка какой-нибудь такой леденец ты поставим я бы в принципе на защиту поставил или на то у мне два даже точно на защиту давай осмотримся что тут так снизу там собаки посмотрите там можно посидеть сохранится сохранится можно здесь что если какая-то крыша пробитая о индюк серьезно это петух ты не и дюк фига тёс петухи здоровые почему их кормите да успокойся ты елы-пала ты чё творишь-то петух я сразу же чувствую себя так же как все чувства в деревне знаешь когда бабушки приезжаешь ты маленький еще голожоп и бегаешь за тобой петухи и гуси гоняются и они для тебя вот такого же приблизительно размера прямо ощущение детства честное слово думаешь ё-моё только бы не догнал только бы не догнал только бы не клюнул так ну давайте посмотрим что здесь все-таки собаки эти ой да сакушная собака он тут не одна просто она что такое с одного удара серьезно сакушная собака сразу убегает я понял они стаями поэтому она убегает а я мог смотри обойти их на полноте пассивно а то я хорошо так сбил то это хорошо сбил на подлете ничего не спрятано давайте посмотрим может здесь на как как на окраине вот можно спрыгнуть там какая-то деревня смотрите костер крупный интересно для каких целей данное дерево чтоб вон туда спрыгнуть смотрела там есть это тут откуда-то сверху надо будет как забраться-то а просто прыгнуть я такой думал ну все сейчас короче придется терпеть репортироваться лишь что там делать так 0 помедитируем найден и дал резчика еще один у нас с вами вроде вот синенькая полоса это на опыт я так понимаю да мы его вроде накапливаем так отдохнуть конечно таки так наши собаки срез на цена а я чё тут не собрал эту штуку серьезно ху 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 круто ай собака не ори на меня прикольно было вот это я круто 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 ну то так это вот заради этого глиняного горшка я с жизнью соватики забрал серьезно живой колесо для сюрикенов механическое устройство созданное гениальным изобретателем дагеном или дагеном дагеном его назвать можно установить в протез шиноби само колесо размером с ладонь но в него можно вместить на удивление много сюрикенов хороший пример того чего можно добиться соединив опыт механика и талантом шиноби отлично этому чуваку смотрю не сильно это помогло это на установка инструментов в протез вставимые инструменты нельзя использовать отдельно есть если отдать их резчику он сможет установить их в протез шиноби быстро вернуться к резчику можно от идола резчика или использовать виду короче понятно очень много разъяснений в этой игре и лично я считаю что даже это плохо слишком много всего help of вот этих вот это вообще не нужная информация то есть здесь и так все достаточно понятно вот за за некоторым исключением которые можно было преподнести при помощи уроков да типа как вот как драться как блокировать как парировать что-то еще это можно было объяснить при помощи уроков остальное все вообще бессмысленно я не понимаю так давайте используем идола заодно поюзаем посмотрим как он вообще в разрушенном храме да и последние до возрушеном разрушена уху ху ху я меняю пространство и время походу и мы сразу же восстановили себе здоровье вполне возможно и предметы какие-то мы смогли тоже восстановить бы здравствуй друг как он Возвращение к нему. Нинг. Да. Снега — это твое место, но... Нинг, чтобы поднять твое место, Стоять твое место, Стоять на твое место, Стоять на твое место, Стоять на твое место, Мужчина, как и уничтожить силы, Мужчина, как и уничтожить. Такое дело? Насколько詳しい. Идем нет. Идем. Идем нет. Идем нет. Идем нет. Идем нет. Очень интересно он рассуждает, да. Вы заметили, я думаю, что и в прошлый раз я про это говорил, насчет того, что он пытается достичь идеала, да. Наверное, даже, кстати, он когда говорил, что мастер изготовил Будду, того, который стоит в углу, на который сейчас я смотрю, да, но не в углу, точнее, возле стенки. Вполне возможно, это был он. Только до того времени, пока он не начал делать адские всякие машины, которые убивали людей. Возможно, он пытается вернуться к этому. Может быть, это, ну, это чисто мое предположение, да. Возможно, это так, а может быть и нет. Но что самое интересное, да, у него мастерский талант изготавливать вещи, подобные механизмы. У него мастерский талант. Но он старается его заглушить максимально. Он хочет все-таки прийти к какому-то, наверное, созиданию, да, а не разрушению. Это похвально, с одной стороны. С другой стороны, человек закапывает свой талант. Он отрицает себя. Может быть, зря он это делает, а может быть, нет. Тут уже каждый сам взглянет на это под своим углом. Покажем протез. Установить в протез новый инструмент. Так, я думал, что мы сейчас будем наглядно видеть, как это все будет разбираться. А как это нет? Установка инструментов протез. На один и вами инструменты и оружие. Шиноби. Можно устанавливать в протез через меню установки в протез. Очень, очень нужной информации. Я думаю, что, наверное, без нее бы мы не смогли бы разобраться в этом во всем. Устанавливаем, да? Да. Все? Похоже, да. Да я с ним вообще баловаться не хотел. Инструменты в протезе. Инструменты в протезе, оружие и инструменты Шиноби приспособлены для установки в протез. Их можно выбирать в меню снаряжения. На их применение расходуются эмблемы духа. Открыть меню снаряжения. Использовать инструменты. Ага. И выбрать инструменты. Понял. Давай. Так. Меню снаряжения. Инструменты в протезе. Открывает доступ к ячейкам. Так, узнать для добавления и менять инструменты можно. Короче, одна и та же информация. Зачем? Окей. Сюда. Все, мы поставили, да? Единственное только, что у нас нет пока с вами эмблем этих духа. Нет эмблем. Окей. Ладно, давайте. Я не могу с этим поиграться. А то он так отговаривает меня, что мне хочется. О, смотрите, мне сейчас эмблему начислили. Эмблемы духа. Эмблемы духа используются для активации инструментов в протезе и других способностей. Они расходуются при применении способностей. Эмблемы духа можно получить из поврежденных врагов. Находить в игровом мире и приобретать посредством идолов резчика. Они притягиваются к вам автоматически. То есть не надо их собирать, да? Вот мы сейчас вышли, просто нам притянули. Я не знаю откуда. Возможно, где-то здесь лежали эти штуки. Так, ну давайте телепортироваться. Нам пора вернуться, да, обратно? Так, переместиться. Так, подожди, что там было еще? Купить эмблемы духа, да? Сука, не стоит. Десятку, десять золотых. Не-не-не. Покупать я ничего не собираюсь. Я слишком жадный, им не нужны деньги. Деньги. Я даже петуха готов еще раз убить, лишь бы денег дали. Мы, кстати, там все проверили, петуха надо проверить еще раз. Еще пойдем мстить. Петух. Я мстить еду. Ты в курсе? Так. Ага, вот так вот. Петух. Кукарек уж. Камон. Куда он силен? Ну, в плане на удар, он, конечно, на удар-то сам не держит, но сам бьет очень сильно. Попадет, мало не покажется. Так, там мы с вами уже побывали, полазили, все собрали. Так, нам теперь вот сюда, в эту зону, да? Ну, а что здесь? Тут никого? Я никого не вижу. Кроме того чувака возле забора, вон. Хм, а сюда я могу зайти? Э, ты разломал, там ничего нет вроде. Может подкрутимся? О, ты серьезно? Мы сможем? Так, еще немножко. Наспалили. Опасные атаки. Некоторые особые опасные атаки нельзя блокировать. А это вот такие вот знаки. Помните, когда мы дрались в поле, мужик на меня знаки вот эти навешивал. Я так и думал, что это какие-то смертельные атаки. Каждый такой тип атаки требует определенной реакции. Во время вражеской атаки выпада отразить. То есть обычный блок. А во время вражеской атаки по дуге перепрыгнуть. И Б во время вражеской атаки с захватом уклониться. Ага. Еще бы понять, какая из них какая. Типа, как они... Какие-то знаки, может быть, разные будут. Эй, мужик, я с тобой как бы драться не сильно. Так, вот это что такое? Так, это, наверное, перепрыгнуть надо будет. Вау. Так, это, наверное, перепрыгнуть. А, да, и нельзя же блокировать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Сюркин лицо, ах ты собака Так, контр-атакуем Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Смерть-смерть-смерть А, я могу воскреснуть, смотри-ка, либо умереть Не, я хочу воскреснуть Не, слышь, мужик, ну тебя впей Так, кровь божественного наследника дает возможность воскреснуть из мертвых Используя способность к воскрешению Одну единицу воскрешения можно восстановить, отдохнув у идола, резчика Дополнительную единицу убивая врагов После воскрешения снова использовать эту способность Можно лишь убив достаточное количество врагов Я валю Нас уже убили, я не хочу еще раз испытывать это ощущение смерти Пойдем спать Э Могу посидеть Я медитирую, отдыхаю, не трогайте меня Я боюсь этого чувака Это опасный враг У него два, два смертельных урона нанести А это явно опасно Так, мы отдохнули, да, давайте встань Все, я отдохну Может, вы как-то обойти можно? Блин, походу нет, но нам обязательно надо туда попасть Вот это интересное место еще очень Вот это вот корзинка Есть? Там ничего нет Так О, там вот еще, кстати Есть еще земля Вот там еще и ништяк есть Дрожжи Тик-таковая Отсюда, кстати, можно было где-то грохнуться Насколько я помню, да И попасть Ага, вон я вижу Интересно, мы разобьемся? Если я просто упаду Блин, давай попробуем А, да ладно Серьезно В этой игре есть такая тема, что нельзя упасть Вы не шутите? Они не шутят Ты представляешь? Просто, походу, там какой-то непонятный То есть, там прыгать надо было, да Там какой-то непонятный Я не знаю, да что за ограничение Статуэтка Дзидзо 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 Фигурка Будды Обернута красной тканью Взяв ее в ладони И помолившись Вы восстановите единицу воскрешения Заперена статуэтку Дзидзо Выражение родительской любви Их оборачивают тканью В надежде, что умерший младенец Покоится с миром Мне почему-то кажется Что реально такие традиции присутствуют Ну, то есть, естественно Наверное, не в современной Японии, да В общем, можем обойти это все И не воевать с ним Блин, ну нет, как так не воевать-то? Нам надо воевать с ним Так, не в храме, а в последней Сейчас мы еще раз с ним склеснемся У меня сейчас полная жизнь И у меня есть одно воскрешение Может, его за спины обойти? Подрезать? Как свинью! Мы же шиноби все-таки Я же не дурной воин Я шиноби 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 Ши Ши, ши Пиши с буквой Шиноби Так я там видел Хопа Хопа Смерть, смерть, смерть Смерть! Да присядь ты, елы пала Смерть же Смерть Смерть, смерть, смерть Я шуби Смерть Смерть, смерть Хо-хо-хо-хо-хо Что, апсина? Не ожидал, а? Не ожидал? С осын длинным мечом Ну давай, камон Теперь раз на раз По-честному У меня одна жизнь У тебя одна жизнь Оп, не попал А, вот захват был Я понял, вот это захват был От него надо было уворачиваться, да? О! А вот это надо было подпрыгивать О, 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 о Смерть Тихо-тихо-тихо Я не хочу умирать Оу! Я успел! Ха-ха-ха! Э! Пантератака! Блин, мне так нужны сюрикены Давай, гали! Смерть! Смерть, смерть, смерть! Фу! Фига себе! Я думал, сейчас зарубит меня Бусина отчеток Бусина отчеток Если принести 4 такие бусины к идолу резчикам Можно увеличить максимальный запас жизни и концентрации Сейчас у вас всего одна бусина Семечка Семечка тыквы, блин! Я уже думал, на рынок надорвать срочно Купить 4 тыквы и набрать туда семян стока Что просто можно было бы этим эсосом обливаться Но вот нет, видите, надо искать Семечка, из которого Постоянно сочится целебная вода С его помощью Эмма может увеличить максимальное количество использований фляги с лекарством Фляги веками использовали сего Васина Но только выдающемуся лекарю Дагену и его ученице Эмми удалось открыть секрет церебных семян Немножко мелковат текст О! Да-да-да-да-да Денюшки 33 Фига, мне шутки спотели с этим чуваком Я думал, сейчас... Вот это вот нервы! Это с каждым так противником сражаться Вот эта игра по напряжению, мне кажется, она намного даже круче, чем вот, например, тот же самый Dark Souls 2 Там как-то в этом плане так не чувствуется Такого напряга Ты-то понимаешь, что тебе надо каждый удар выверять И это что-то так совсем жестко А там пока только тащит Знаете, что? Вот в Dark'е, например, на втором Там тащит то, что, например, противник может тебя с одного или с двух ударов убить И это как бы тащит Осмотримся Это тоже сильный противник? Или это слабак конченый? Там он не один По-моему, там слабак Так, еще кто-нибудь здесь есть? Вижу, вон еще один ходит Мне нужен лук У Шиноби всегда были лилуки Ну, хотя, в принципе, и за крюк спасибо, конечно А такому мечтать нельзя было раньше Хоп, в траву Шмак Сидим Тихо Сидим, не курим даже Не кури эту траву Друг Оглядись и помолись Ввысь О, этих можно подслушать Пойдем рассвет О, этих информацию Так, я понял, есть какой-то демон, ну естественно его так просто называют, да, какой-то лютый мечник, а есть отличнейший лучник, и еще какой-то уже постаревший, но при этом не менее же опасный мэн. Аааа, стрелять начали! Сваливаем! Низуцу! Кушай драже. Воу, 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 дядя, дядя, скажи-ка, дядя, ты не даром, а ведь не даром, ааа, бежим! Но тут-то вы меня не достанете, голожопая. Я убил одного из вас, у вас на глазах. Все, притихли, притихли. Блин, мне нравится эта игра все больше и больше. Вот это вот ощущение сложных сражений, потому что чаще всего в стелсах все заканчивается убийством врага одним ударом, да, то есть потом подкраса, либо аккуратно там изглушитель из пистолета выстрелил в голову, отнесли это тело, какой-нибудь спрятали, либо что-нибудь в этом духе. Здесь же ты понимаешь, что врагов очень много, тебе приходится добывать скрываться и как-то рассчитывать свои силы. Вот сейчас мы понимаем, что здесь есть стрелок, и нам нужно выхлестнуть вначале его, потому что он нам всю кровь попьет. А где? Вот он, наверное, где-то наверху сидит. Правильно. А что тут? Ну-ка, давай спустимся. Еще раз спустимся. А тут ничего нет. О, нет, есть. Зачем нычка-то? Просто здесь везде трава растет. Леденец Гатина. Или Гатина, наверное, так будет правильно. Главный жрец Сэмпо дал эти леденцы шайки низкорослых, но опытных убийц. Когда-то они были сражей храма, а теперь выполняют грязную работу для его обитателей. Леденец заглушает звуки и скрывает ваше присутствие. Раскусив такой леденец и встав в стойку Гатина, воин получает благословение духа. Ну, наверное, когда-то нам это пригодится. Может, даже прямо сейчас. Смотрите, нас дорога явно ведет куда-то вглубь. Нет? Или мне кажется? Вот это зачем? А это чтобы сюда можно было подняться. Я понял. Мы туда не пойдем. Я хочу пойти убить там охрану. Я не... Блин, ё-моё, я не могу тут подняться теперь. Как мне дальше жить? Мне что, придется реально отсюда уходить? Ладно, мы сейчас все равно вернемся. Опа. В траву. Прикинь себе цветком. Так, я вижу еще одного охранника, да? Это, наверное, есть те самые ворота. В развалочку гуляют. Ничего не боятся. Это хорошо, что тут телефона в сотовах не было, да? В то время. А так бы они уже давным-давно поняли, что я одного из их командиров-то подрезал. Так. Ладно, уходим. Перекорчик. Спишь на посту? Ты на посту спишь? И деньги сворвал. Нет, нет. Блин, какой-то лошпен меня убил. Я капитана их зарезал. Этот какой-то... Ааа, я не набежусь. Это пускай они все уйдут. Уходите, уходите. Типа я такой, типа лежу, лежу. Хе-хе-хе-хе-хе. Во мне есть сила великого императора. Ну, или кого бы там ни было. Дракона великого. Фига там трое. Какой-то... Стопа. Зато у меня 15 сюрикенов, оказывается. И если только сейчас это заметил... Заметил бы чуть раньше, было бы полезней. Никого. Смотри-ка, они все разбежались. Интересно, кто стрелял тогда? Кто же тогда стрелял? Вижу тут один стрелок. Мне, главное, понравилось. Какой-то там гонискали капитан. Лучший лучник, да? Или что-то в этом духе. Ну, что ты делаешь, лизат? А у них у всех уже огнестрел есть. А он до сих пор из лука стреляет. Капитана не выдали. Видимо, не заслужил. Ага, вижу откуда. Вон он стоит, да? На пузырьке. Ага, не ори на меня. Ща дайте я доберусь, паскудник. Хопа. Я понял свою ошибку. Один удар, я умер, и все. И потом не воскрешно. Нам либо надо дрожжи кушать, либо все-таки одного чувака вырезать как-то. Потерял меня? Стрелка будет проще убить. О, кошелечек с деньгами. Да нет, присядь. Так, еще осколок. И с этими вообще не пользуюсь. Они очень нужны. Блин, вот этот вот раненый. Два раза мне всю кровь попил, паскуда. И второе. Я всех убил, я. Псих. Ладно, окей. Да какого фига? Никогда не зли меня. Я так хотел его, на глазах его, мертвых товарищей, распотрошить. Он-то меня уделал. Так, давайте обыскивать местность. Так, шар богатства. Шар Мибу наполненный водой первоисточника, благословленный на богатство. Если лопнуть золотой шар Мибу и помолиться, те, на кого попадет эта вода, временно будут получать больше денег. Жители Осина считают, что вода первоисточника сама по себе достойна поклонения. Да, теперь она у нас есть. Я обмажусь ей, будь мне... О! Поклоняться я домой! Ой! Нет! Фига, ты видал? Сумаи с дубиной! Ну его в пень, короче. Я пошел, мне надо... Мне надо срочно посидеть возле костра. Ну, то есть, возле... Помолиться, но поняли. Фу, ну, тут славно-славно разделали этих... Слабаков. Продайте слабаки, смогли все-таки меня... Изувечить. Ничего не вижу. Так, улучшение выносливости в меню идола, резчика. Открыта возможность улучшения выносливости. Там можно создавать четкие из четырех бусин. А, мы просто можем их складывать, если они у нас будут, да? Четкие, они всегда улучшают максимальный запас здоровья, но это я понял. Купить эмблема духа. Переместиться, улучшение выносливости. Ну да, у нас нет, не хватает. Вот так это работает. Да все, не латьте, я отдыхаю. Так, отлично. Давайте, дорогие друзья, остановимся на этом. Итак, наиграли очень много, я думаю, это будет приблизительно, там, больше часа мы уже побегали. Блин, клево, 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 вообще не могу даже передать, насколько это... Я думаю, насколько это будет бомбящая игра, это просто капец. Потому что я уже ощущаю, у тебя тут каждое сражение, оно, знаете, на грани. Ты если не будешь убивать, там, хотя бы половину врагов своих, убивать по-тихому, то они тебя толпой стопудово заломают. Да тут даже два противника, если против тебя нападают, уже сложно. Я не знаю, это прям ощущается, ощущается сложность игры и становится все интереснее и интереснее. Кстати, смотрите, я накопил одну единицу чего-то, да, вот у меня там синенькая полоска, которая заполняется. Что это такое? Непонятно вообще. Одна есть какая-то полоса, синенькая. И уже единица, раньше было там вроде ноль. Возможно, это тоже какой-то опыт. Я, может быть, как-то могу куда-то вкладывать потом эти очки. Может, потом покажут, не знаю. Если вам понравилось, то не забудьте поставить пальчик вверх, обязательно прокомментируйте. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если этого ничего не сделали. И жмакайте колокольчик. Ну, а также не забывайте приходить на стримы, которые проходят у нас на ютубе, на твиче, проходят, везде проходят. Приходите, получайте удовольствие и приятно проводите время. А с вами был Станислав, я всех вас коротко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока.